Для разработки плана обустройства Кишинева, привлеченные к этому специалисты из России, обратились за помощью к жителям столицы. Помимо встреч с различными экспертами, они включили в повестку дня обсуждения с горожанами, которые, по их мнению, могут лучше всего описать ситуацию в столице. Вчера прошла первая подобная консультация с населением. У каждого из участников было свое видение развития города. И он вправе был его представить. Как правило, в центре мы все ощущаем проблему с транспортным потоком, потому что существующие улицы не рассчитывали. У них нет никакой миграции, которую сейчас есть. Поэтому развитие города Кишинева должно быть непосредственно связано с развитием различных промышленных и индустриальных зон. В консультациях приняли участие и некоторые муниципальные советники. Никто никогда не учитывал с самого начала вопрос о том, что есть люди с ограниченными возможностями и маломобильные группы. И надо сделать так, чтобы когда сейчас очень важный момент, видите, буквально за полчаса задали два вопроса по транспортной развязке и как сделать город свободнее. И оказалось, есть огромное количество возможностей, как это сделать. Просто никто никогда об этом не думал. У нас эта идея родилась еще в прошлом году, делать регулярные встречи с жителями, но не просто так, чтобы каждый вставал и высказывал свои мнения, и они как бы тонули в куче других мнений, а именно сделать эту работу как воркшоп. Мэр города Ион Чебан, который также принял участие во встрече, поблагодарил российских коллег за неоценимую помощь в разработке важного для города документа. Я уверен, что мы сможем получить документ стратегичный, с очень важными пилонами для Кишинева, для развития, я имею в виду и на экономику, и на социальную часть, и на многие другие аспекты, которые необходимы для того, чтобы быть в отношении. Российские эксперты также запланировали встречи с претерами, мэрами пригородов, а также со специалистами в различных областях. Напомним, что группа специалистов прибыла в Кишинев 1 февраля и пребудет у нас еще три дня.